массаж для десен и гимнастика для рта это все картинки по всем продуктам вот мы это для сайта будем использовать точно это очень полезно мы будем сверять потом вот с этими картинками все которые есть у нас в папке информация это очень такая кропотливая работа я все-таки до имел возможность подготовиться поэтому и пример будет такой достаточно информативно как мне кажется чем у меня есть по всем продуктам все 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 картинки то есть тут одни картинки ну и какие-то потом презентации вот это вот такая вот таблица вот такая где куча куча картинок это очень тоже полезно это да вам дает понять что вас размещено на сайте для чего можно использовать такую таблицу размещаете какую-то картинку на сайте в раздел то есть слева в столбике будет список разделов как это у вас да может работать объясняю здесь будут заголовки разделов или название страниц лучше название страниц и будут картинки которые здесь размещены а он это не картинку но используется как фон поэтому облегчает обрезает и файл не так много весит то есть не будет удобно работать и есть у нас дополнительный уход то есть тем врачам кто понимаете зачем нужно использовать щетки пасты так далее есть более подробное описание продуктов больше детализации с объяснением их многократных преимуществ и так далее это вот тут разбита значит на четыре группы это простой уход плюс то есть если пациенту требуется у него там повышенная чувствительность или там стираемость у него он то всякие хреновидные дефекты рецессии парадонтит то есть просто дополнительные продукты который добавляется к основному уходу к базовому есть профилактически программа ухода права специальные то есть это пациенты с коронками на зубах системы с протезами коронками так далее есть профессиональные программы ухода, хирургические, то есть после операции с продонтальными, да, с продонтитом в острые и подострые. Мы можем вот сюда копировать потом информацию на сайт, потому что там описание все есть. И в принципе я буду опираться не на тексты, а на таблицу. Поскольку я все тексты обработал, чтобы создать именно ее, а заливать мы начнем с сайта с продуктов, то мы будем работать с таблицей. Вот зачем мы ее открыли. Мы будем заполнять продукты по ней. Так, а давайте напишем там просто группы продуктов, которые мы представляем. Зубные, щетки, ёршики, флоссы, ополаскиватели. Ну а вы будете по услугам, соответственно, писать имплантация, лечение, удаление, имплантация, протезирование зубов. Вот что у вас тут будет написано вот в этом тексте. То есть надо его можно сделать подлиннее или действительно в две строчки писать. Тогда надо написать профессиональные стоматологические товары. Зубные щетки, ёршики, флоссы, пасты, гели. Да, посмотрим. Бывает так, на самом деле, бывает. Вот видите, у меня все вам не улезает. Давайте просто напишем тогда в одну строчку, действительно. Вот так. То, что при таком размере и формате шрифта, конечно, он должен укладываться. Ну, допустим, да, вот тут какой-то будет вводный текст. У нас есть описание. Дальше у нас есть. Дальше у нас идут заголовки разделов. Вот у нас есть раздел видео. Вот, да, вот это заголовок видео. Здесь написано видео. Вот он. Поэтому он так и отображается. Мы это ковырять не будем. Давайте поковыряем продукты. Акции, бренды. Это вот название разделов, которые в админке отображаются. Это сами названия ссылок. Есть очень важный момент. Разделы и названия страниц, они совпадают. Бывает нередко такая удивительная проблема на сайте. И мы можем написать только короткие названия. Это так вообще ужасно. Должна быть возможность отдельно называть ссылки именно разделов на сайте. Это очень важный момент, чтобы это влияет на функционал. Вот у нас все пункты, несмотря на то, что их много, они видны. Мы потом с иконками еще подкрутим или их увеличим немножко, как-то вообще мы поиграем. Или сюда какие-то картинки приделаем. Ну, хотя, в принципе, иконками нормально. Но вот какие-то я бы поменял, они, я считаю, недостаточно информативные. Если вы используете картинки в названии разделов сайта, то они должны быть только ваши. То есть здесь должны быть либо ваши врачи. Они, наверное, для отображения врачей очень мелкие. Хотя я бы попробовал, конечно. В любом случае, иконки я бы сделал немножко покрупнее. Вот у меня есть список технических правок. Иконки покрупнее. сделать в навигации. Это просто надо будет программисту увеличить размер вот этих полей. Ну, а у вас тут будет, соответственно, услуги, врачи, акции, там, гарантии, работы наши, контакты. Какой-нибудь там, типа, клуб лечения десен, что-нибудь такое, о клинике. И еще какой-нибудь раздел, там, вопрос-ответ. Ну, условно. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять разделов. Я считаю, идеальным. Просто у нас есть меню еще второго уровня. Какой у нас? Потому что данных очень много. Но клиники тоже могут использовать, если есть смысл что-то. Здесь, допустим, могут быть какие-то основные услуги. Ну, то есть разделы по смыслу. Вот я бы сюда вынес, если уж так, то второй уровень меню. И вот отсюда, сюда как наиболее частые услуги. Например, лечение, удаление, имплантация, протезирование, гигиена, брейкеты, парадонтолог, эндодонти, лечение каналов. Дети, допустим, детская стоматология. Вот это будут названия групп услуг или направлений. Лучше толкаться при генерации, выдумывании именно конкретных слов от потребностей пациентов. То есть то, с чем бы обратился пациент к вам. То есть надо толкаться от проблемы, но словами пациента, а не врача. То есть надо искать не нозологическое название данной услуги врачебным языком, а то, как это мог бы искать пациент.